Я и мой хвост Бэкс Вспоминаю о том, что у нас идет акция За отзыв вы можете получить наличные деньги Либо скид на корма Бэкс Тю-тю-тю, моя собака такая, бабака такая, радостная Да, ты радостный, ага Ты радостный, хороший ты, мальчик Да Ты меня любишь? Я тебя тоже люблю Вот по-хорошему сейчас обниматься не надо с собакой Это мы поощряем вот это возбужденное состояние И все проблемы, когда вы приходите домой И собака там, соседи жалуются, что она лает Начинается с того, что мы поощряем вот это вот поведение Ну, как с ним не пообниматься Поэтому пообниматься надо Мы же дома не лаяем У нас дома нету, у нас парьер Где моя красавица Это очень целовальный пес Прям очень целовальный Итак, во второй части Во второй части Иди сюда, какие-то там есть Мы будем критерии повышать небольшими градациями То есть у нас сейчас будет уже не короткий поводок А будет уже длинный поводок Каждый выход на улицу должен сопровождаться тем, что в дверной проем должен проходить первый не собака То есть это очень важный момент То есть вот у нас выдержка Собака не рвется, потому что она уже научена А научились мы это делать Он начинал выбегать, я просто дверь закрывал Он начинал выбегать, я просто дверь закрывал То есть я никого не отталкивал, не отпихивал А просто не давал ему возможности Его в голове осело, что сначала должен выйти я Да? Пошли? Ну и все, сейчас мы его отпустим погулять Чтобы он там пописался, дела свои сделал Только после этого мы приступим к упражнению Чтобы собака уже набегалась, напрыгалась, отметилась Эй, алло, гараж Вот Да? Иди гуляй То есть лучше сто раз собаке сказать слово «да», нежели один раз сказать собаке слово «нет» То есть когда мы понимаем, что вот ему надо, видите, сейчас все описать, обкакать надо там и так далее Там обегать, отметиться И мы будем делать то, понимая, что собака не выполнит То лучше сделать, поймать это состояние, когда собака будет готова для того, чтобы это выполнить Допустим, идти рядом, да, когда он уже набегается, отметится Либо команда ко мне И еще могу, хочу дать такое пояснение Что в моем исполнении команда ко мне не звучит, как команда ко мне Да? Почему я это делаю? Я это делаю только для того, чтобы Очень часто все кричат команду ко мне на улице, там, все мы привыкли к этому И если моей собаке будут кричать команду ко мне, чтобы она не реагировала Мы реагируем немножко на другое слово, которое вы все уже привыкли видеть Так, сейчас мы будем какать Нет, еще писать Да? Вот мы реагируем на слово вот такое Бэкс Да, молодец, хорошо, гуляй То есть Ты мне вырвешь руку То есть вот это вот именно в моем исполнении команда ко мне Вот переведи камеру туда, покажи, что там другая собака находится Видите спокойную реакцию моего животного? То есть как мы, в принципе, добились того, чтобы нету реакции на другой собак? Мы уходили всегда только в спокойном состоянии То есть не тогда, когда собака нервничала, да, и мы уходили А именно только в спокойном состоянии Да, тот процесс не очень интересный, поэтому мы его снимать не будем Вот То есть мы всегда поощряем то состояние, какое надо В принципе, дрессировки очень простые То есть правила дрессировки говорят Мы плохое не замечаем, хорошее поощряем У собаки есть выбор Бэкс Вот очень, посмотрите, это раздражитель прям сильный Другая собака Мы его пока не включаем При изучении команды ко мне Мы критерии будем повышать небольшими градациями И при сильном раздражителе мы пока еще не пользуемся То есть во второй части у нас все то же самое Только изменяется длина поводка Нету раздражителя Нету раздражителя Мы точно так же произносим пичку собаки, чтобы она обратила на нас внимание После чего произносим команду ко мне И в начале движения мы уже поощряем то, что собака побежала к нам При подходе к нам выдаем лакомство в виде корма Бэкс Идем сейчас туда от собаки Иди гуляй Ну и вот пожалуйста, сейчас будет команда ко мне Бэкс Да, хорошо, молодец Гуляй Бэкс Вот для этого нужен поводок, чтобы мы в любом случае Собака к нам подошла Гуляй Заканчиваем всегда на пике азарта То есть не надо до того состояния, чтобы собака устала Поэтому два-три раза сделали, сделали команду гуляй Ушли, собаку завели То есть после этого просто делаем это Ну почаще, там 3-4 раза в день Во время прогулки, дома где-то Ну вот сейчас вы видите, уже увеличили длину поводка В следующем занятии при команде ко мне мы будем Повышать критерии небольшими градациями И вводить легкие раздражители Подчеркиваю слово легкие Заслужите доверие и уважение С вами был канал Я и мой хвост И напоминаю о том, что у нас идет акция За отзыв вы можете получить наличные деньги Либо скидку в размере 201 рубль на корма Бэкс Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok